Жители приграничья во все времена были и остаются первыми помощниками в охране рубежей страны. О том, как развивается движение ДНД в Забайкале и об успехах дружинников расскажет Владимир Лишенко. Пограничный наряд составит сержанта Чапизубова, сержанта Ильясовой, добровольно-народного дружинника Щеголева, Константина Петровича, добровольно-народного дружинника Шапанова Валерия Степановича, выполняет приказ на охрану Государственной Константинской Федерации. Временительной службы признаков нарушения государственной константинской федерации не обнаружено, происшествие не случилось. Количество добровольных народных дружинников в приграничных районах растет с каждым годом. Сегодня их уже сотни, тех, для кого граница больше, чем просто линия на карте. Они участвуют, например, в процессе проверки пропусков на право посещения территории за инженерно-техническими сооружениями. Правда, людей в штатском приезжей часто просят об одном. Можем удостоверение? Начальник добровольной дружины. Впрочем, к таким проверкам относятся с пониманием. Те, кто работает бок о бок со стражами границы, знают. Остановка машины, осмотр ее, требования безопасности. На этом, собственно, граница и держится. Экзамены на твердость духа и верность отечеству здесь тоже не редкость. Были на стенокосе за системой, забросили нам как бы учебного. И он подошел, спрашивает, как пройти, как уйти. Ребята заметили его, естественно, взяли его в оборот, поймали, захватили, вызвали охрану. А эти награды начальник пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю вручил в Забайкальске члену ДНД, который сумел задержать уже реального нарушителя границы. Житель Поднебесной пытался попасть в Китай. Доезжая, он уже через первую проволоку лезет. Я его... Стой, говорю, куда лезешь? Тут нельзя. Он меня махнул рукой, что туда. Я говорю, вернись оттуда. В результате слаженных действий дружинников и пограничного наряда злоумышленник был задержан. И такие истории для приграничений редкость. Перспектива участия в ДНД привлекает и молодежь. В ее подготовке активное участие принимают казаки. Главный упор на патриотическое воспитание. В основном, короче, делается на основании, чтобы они уважали старших. По идее. Это первое. А потом уже основное. А когда среди старших уважают, они уважают, значит, всех. С открытием охотничьего сезона заботу дружинников прибавляется. Они следят за тем, чтобы в приграничной 5-километровой полосе никто не стрелял. Граница, она ведь любит тишину. Владимир Лешенко, Вести, Чита.